Каждую неделю герои нашего проекта отправляются в путешествие. Не удивляйтесь, если на улице к вам подойдут и спросят, а что тут у вас есть интересного посмотреть, где вкусно кормят и какая гостиница лучшая в городе. Ведь мы уверены, наши люди плохого не посоветуют. А в какой город мы отправимся сегодня решит игра «Камень-ножницы-бумага». Почему кареличи называются кареличами? О нет, я не рискну, я боюсь. Чудесный суп-харчок. Где я сегодня буду спать? Мне кажется, что я просто вернулся лет на сто назад. Вау! Я первый раз вижу суп-харчок. Да. А теперь можно хитроумное узелок сделать. Привет, это «Камень-ножницы-бумага». Если поедете в Сино, то обязательно возьмите с собой кусочек хлеба, положите его на чертов камень. А если отправитесь в Кареличи, то лучше оставьте телефон дома и устройте себе детокс от соцсетей и интернета. А почему, расскажут наши туристы Лена и Виталий. Лена замужем, мама маленькой дочки. Ищет экономные варианты для того, чтобы не только самой отдохнуть, но и дать отдохнуть всей своей семье. Умеет экономить и знает толк в бюджетных путешествиях. Виталий – тревел-блогер в Инстаграме и гид по профессии. В путешествиях, если чего-то сам не знает, то спрашивает у прохожих. Виталий уверен, только местные жители могут рассказать то, чего не найдешь ни в одном путеводителе. Привет, Лена, привет, Виталий. Привет. В этих конвертах два маршрута. Один в Сино, а другой в Кареличи. Угу. Какие у вас ассоциации с этими городами? Сино, Сено. Ну, у меня эти Юровичи, Дрыговичи и Кареличи, получается. Чего? Ничего, все нормально. А что это было? Маленький курс истории. На каком-то языке. Маленький курс истории. Ну что, давайте сыграем в камень-ножницы-бумага для того, чтобы узнать, кто же куда отправится и какие курсы истории кому предстоит изучить. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. У меня деньги лежат. Ой! А у меня Сено. А у меня Кареличи. Ну что, я напомню, вы не должны пользоваться подсказками интернета, только советами местных жителей. Удачи! Поехали! Погнали! 213 километров от Минска, и мы прибыли в Сено. Некогда в этом месте проходили ярмарки, на которых торговали сеном. Отсюда и произошло название этого местечка. Ну а чем сегодня живет этот город, узнаем. В этом городе мы уже бывали, наша программа снимала в летний период, а так как я оказалась зимой вдвойне интереснее. Подскажите, пожалуйста, что может посмотреть турист, приехав в Сенок? Парк Победы. Там всякие у нас самолеты стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну как минимум восемь единиц боевой техники. Вот это махина, фронтовой бомбардировщик СУ-24М. Пожалуйста. У-у-у! Хе-хе-хе-хе. Девочки, это на самом деле не танк, как я думала. Это самоходная гаубица с таким интересным названием «Акация». Посмотрите, какая красота, какая скульптура. Мне кажется, из современных достопримечательностей Сено вот это самое значимое. Потому что дворец Торжест тут открылся относительно недавно, и Сено может им гордиться. Такому ЗАГСу может позавидовать и столица. Когда ЗАГСа не было, у нас в Сено было такое выражение «ходить за угол». Вот видите, там культуры, и там вот у нас за угол заходишь, и было раньше ЗАГС. И у нас Сено так и говорили «пойдем за угол». Как гласит эта табличка на въезде в город Кареличи, первое упоминание об этом городе относится к 1395 году. А именно упоминался он в хронике Линденблата в связи с нападением Тевтонского ордена. Но белорусские историки выяснили, что на самом деле эта теория ошибочна, и Кареличи впервые упоминаются только в 1434 году, а это на целых почти 40 лет больше. Поехали знакомиться с городом. Въезжаешь в город, очень маленький старый центр. Причем это по факту одна площадь, вокруг которой несколько зданий. Оказавшись в центре города, прямо на центральной площади, что можно увидеть? Это здание районного исполнительного комитета. Интересно, что сзади меня вот это здание зеленое – это музыкальная школа, такая огромная. Позади дом культуры. Если вы живете в Кареличах и будете жениться или выходить замуж, то свадьбу вашу будут вот здесь оформлять. А что вот это за здание, я не знаю, написано «Центр статистики». Ну, вполне возможно, потом пойду посмотрю. Небольшой городок. Видно, что строили его давно, по крайней мере, центр города. Во второй четверти 17 века Кареличи относятся к владениям радивиллов. В 1736 году здесь открывается мануфактура по производству шпалер. Этими шпалерами был украшен в том числе и не слишком замок. Я нашел там памятник литовско-белорусский поэт Ян Чачот. Ну, там не совсем памятник Бюст, но все-таки он там есть. Почему Кареличи называются Кареличами? По всей вероятности, это коллективное прозвище первопоселенцев, представителей племени Карел, которые ассимилировались на этой территории. Что вы знаете о Карелах? Я знаю, что есть такие попугаи. Больше ничего. В окрестностях есть совершенно шикарная панская усадьба. Там был дворец этот, каких? Счастских? Панских майонтов, но он уже разрушил. По факту, то, что мы нашли на месте, это жалкое напоминание о том, что когда-то это была величественная, богатая усадьба. Мы прибыли в деревню Пламя. Это бывшая Белица. А вот, собственно говоря, та самая усадьба знаменитых шляхтищей Святских. На самом деле заходить внутрь довольно опасно. От того, что осталось, наверное, еще что-то может упасть на голову. И если посмотреть сюда, то тут уже пол практически полностью провален. Ой, нет, я не рискну, я боюсь. Несмотря на то, что от самого имения мало что осталось, дух, конечно, захватывает и завораживает. Обожаю руины, обожаю. Имение, кстати говоря, довольно старинное и сменило ни одного хозяина. Но именно при Святских Белица буквально расцвела. Говорят, что Святские разбогатели благодаря найденному наполеоновскому кладу. Кстати, еще вот там можно найти множество хозпристроек. Кстати говоря, интересный факт обозначен на стенах этого здания. Именно здесь работал молодым приказчиком народный поэт Белоруссия Янка Купала. Вот, знаете. Кстати, в усадьбе Святских любили потусить практически вся интеллигенция. Студенты, писатели, художники. Тем более здание располагалось. Здесь находилось когда-то 18 огромных комнат. Плюс огромная библиотека на 3000 книг. Чем сено славится? Чертов камень, насколько я помню, да. И он, кстати, не чертов камень называется. Он называется чертов камень-кровец. К нему ходят, загадывают желания. Раньше в старину. Он кого-то там одежонка порвала, что у людей проносили. Ложили на камень, порвали на одежду. Еду ложили черту. Вот приходили, забирали ремонтированную одежду. Интересно. Да, такое было. А потом кто-то этого черта обидел. Он больше не ремонтирует одежду. Ну вот хлеба положить кусочку обязательно на камень, если тогда прошли, чтобы он нас не обижался. Вооружившись черным хлебом, знаниями, я отправилась на окраину деревни Вороново, дабы найти тот самый чертов камень. Это второй по величине в Беларуси валун. И к нему я пришла не с пустыми руками, а с кусочком черного хлеба. Как советовали местные жители, нужно оставить чертику презент. Повыше заберусь. Среди прочих ритуалов обязательно надо сфотографироваться и загадать желание. Сейчас. Немного придется помокнуть, но я это сделаю. Снегом все завалено, но можно, наверное, иметь представление, насколько он огромный. Его вес, кстати, 340 тонн. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. У-у-у! Почему кареличи называются кареличами? О нет, я не рискну, я боюсь. В Сино Лена первым делом посетила новый ЗАГС и старую панскую усадьбу. А потом, внимание, покормила хлебушком чертика. Теперь ждет исполнение желания, когда чертик хлебушек съест. А вот в кареличах Виталий, похоже, ничем особо не впечатлился. Прогулялся по историческому центру, постоял у памятника Яну Чучоту и, в общем-то, и все. Неужели зря ехал, может быть, хотя бы пообедать? Прямо в центре города, на центральной площади, далеко идти не пришлось, Я нашел небольшое кафе с, в общем-то, простой и вполне понятной кухней. Суп-харчо я, кстати, наверное, сразу же закажу. Хотелось бы еще салат из свежих помидоров и картофельные оладушки со сметаной. И все это дело я запью кофе. Где можно поесть вкусно? Есть рестораны, кафе есть. Ресторан есть, кафе есть. Вы можете сходить в ресторан. Я выбрала ресторан и не прогадала. Я вышла из тени и попала в ресторан города Сино. Очень неплохой ресторан. Вы посмотрите, прямо богема. Там настолько модно и красиво, что я бы, наверное, глядя на это видео, подумала, что я где-то в столице обедаю. Салат не свежкий с селедочкой, суп картофельный с фрикадельками, котлета, пюре картофельное, огурец маринованный, напиток клюквенный и хлеб. Шикарно. Беру этот комплекс. Сколько у меня пойдется? 580. 580. Супер. Ну что, настало время отведать чудесный суп-харчо. Горячий, правда? Как бы не обжечься. Ну, начнем. Суп неплох, суп вкусный. И я думаю, что когда я приговорю эту тарелку, я еще буду и хорошенько сытым. Как прекрасно обедать за красиво накрытым столом с чистой посудой. Супер. Ой, а что это, я лужку схватила. Пробуем салат. Селедочка под шубой. Как любитель селедки, я вас уверяю, это очень вкусно. Мне принесли рассольник. Это номер один в списке моих любимых супов. Я довольна. Мне нравится город, мне нравится ресторан, мне нравятся люди, которые здесь живут. Нужно переходить к второй части моего обеда. И, как вы помните, это драники и салат. Есть хрустящая курочка, но это даже хорошо. В целом, драники, я бы сказал, стандартизированные. Такие, которые можно попробовать где угодно. Но, самое главное, вкусные. Это простое кафе, то есть зашел, перекусил и отправился дальше. Суп, драники, салат и кофе с собой. 5 рублей, 5 копеек. Я считаю, что это отличная цена. Рассчитываемся и идем дальше. Друзья, оцените, какая подача. Как красиво. Мне не верится, что я где-то в каком-то маленьком городке Беларуси, а не в столице. Приятно удивили. Вкусно, калорийно, питательно. И, конечно, соленый огурчик. Моя мама мне всегда говорит, что я вечно беременная, потому что маринованные огурцы я могу есть банками. В общем, будете в Сино, очень рекомендую этот ресторан. Это достойный ресторан во всех смыслах этого слова. В Сино местные жители Лени посоветовали отправиться в ресторан. Как выглядит ресторан в Сино? Зря иронизируйте. Современный интерьер, стильная посуда и красивая подача. И цена за комплексный обед всего 5 рублей 77 копеек. Кафе в Кареличах Виталию долго искать не пришлось. Вот центральная площадь, а вот кафе с прекрасными драниками и ценой 5 рублей 5 копеек. Кажется, наши туристы рискуют вернуться из путешествия с равным счетом. Что ж, смотрим дальше. Где может турист у вас остановиться в вашем городе? Большой вопрос. Раньше это была гостиница, сейчас там много разных сфер, парикмахерские, ателье и прочее. То есть не факт, что я там поживу? Ну, спросите. Наверное, там есть номера. В гостинице. У нас вот буквально недалеко. Я нашла ту самую гостиницу. Видимо, она совмещена с какими-то торговыми рядами. Тем интереснее. Посмотрим, где я сегодня буду жить. В Сино меня ожидал неприятный сюрприз. Сейчас идет полномасштабный ремонт. С одной стороны, это прекрасно. Гостиница скоро заживет новой жизнью. Будут обновленные номера. Но вопрос для меня насущный. Где я сегодня буду спать? Побродив по коридору пыльному, по вздохам пахов, я решила для себя, что, наверное, буду искать что-то в окрестностях. Но! Мне повезло. Оказывается, несмотря на то, что здесь идет ремонт, есть четыре номера, которые сдают. Проходим. Напоминаю, что здание старое. Идет ремонт. 86-го года здание. Поэтому не стоит придираться к мелочам. Ну, вот что вы получаете за 16,99. Уж не знаю, почему одну копейку нельзя добавить. Но! У вас будет личный телевизор. Ну, конечно, мебель будет потрепанная, старая. Но я очень надеюсь, что, когда здание реконструируют, тут будет все супер на высшем уровне. Ну, есть у меня кровать. Тоже старенькая, потрепанная. Наверное, немножко скрипит. Но, тем не менее, это лучше, чем жить на улице, согласитесь. Тем более, цена смешная. Другое дело, что когда-нибудь ремонт там закончится, и турист наверняка будет более приятно удивлен. Ну, а пока как есть. В общем, молодцы. Молодцы, что занялись реконструкцией. Скоро тут наверняка будет круто. Я уехал примерно за 25 километров от Карелич. Итак, от Карелич я отъехал порядочно. Проехал несколько лесов. Выехал из Кареличского района. Затем вернулся в этот Кареличский район. И все для чего? Для того, чтобы приехать в деревню Теневичи. В чем особенность? В том, что здесь вся деревня является одной большой усадьбой. И можно снять любой из домов. И чувствовать себя так, как если бы ты жил в настоящей белорусской деревне. Вот это мой дом. Пойдем смотреть, что, собственно, предлагают в этой усадьбе. Входим внутрь. Снаружи все выглядит прям очень аутентично. Во-первых, здесь натопили. Это очень хорошо. Все работает отлично. То есть здесь можно посидеть, себе что-то приготовить. Очень прикольно сделаны занавески. И прям чувствуешь себя действительно в такой деревенской хате. Полноценный туалет. Раковина. Все есть. Душ. Полотенце. Чудо! Мне кажется, что я просто вернулся лет на сто назад. Если пропадет свет с такой штукой, да, нужно ходить по деревне. Очень, конечно, все сделано классно. Там такая вот бабушкинская кровать. Ну, кровать, короче, панцирная, наверное. То есть она прям такая вот, как, наверное, раньше в деревнях и были. Но все очень мягко, все так покрашено. Ну, прям действительно воссоздали белорусскую деревню. Атмосферность этого места зашкаливает. Телевизора нету вообще. Но при всем при этом никто не забывает о качественном обслуживании. И здесь есть тапочки, которыми можно воспользоваться. Ну, раз нету телевизора, можно пойти и посмотреть, что есть в самой деревне. А можно пойти просто в лес. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Вкусно, калорийно, питательно. Мне кажется, что я просто вернулся лет на сто назад. Вопрос для меня насущный, где я сегодня буду спать? Вы же помните, что пользоваться подсказками интернета нашим туристам строго-настрого запрещено. Виталий решил пойти дальше и поселился в эко-деревне. Настоящие деревенские дома, мощеная улица, озеро и тишина. Чем не перезагрузка за 170 рублей, включая трехразовое питание и баню? Лена тоже перезагрузилась. Оказалось, что гостиница в Сино закрыта на ремонт. Но все же четыре номера сдаются. Лена выбрала самый дорогой четырех номеров за 16 рублей 99 копеек. И попала в 80-е годы прошлого века. В общем-то, когда гостиница и была построена. Атмосферненько получилось. Цены вот здесь, а наши туристы отправляются на поиски приключений. Зимой в Сино заняться определенно нечем. По крайней мере, местные жители не натолкнули меня особо на какие-то светлые мысли, кроме как отправиться в музей. Кривический музей. Да, музей. Кривический. Музей – это достойный образец архитектуры, потому что А. Он находится в здании 1910 года земской управы. А. Б. Это довольно интересная экспозиция. Основные наши залы – это, прежде всего, зал истории Сенищины, зал Великой Отечественной войны и зал этнографии. Рассказали об истории Сино, показали кое-какие раритетные вещицы. Элемент – вот эта вот лестница, то есть с этой вот, получается, вежа, так называемая. Кирпич с этой усадьбы. Здесь вы можете видеть инициалы – карот святский. Ну, практически на всех на них вот штамповались. Мы можем видеть чернильницу примерно 17-го столетия. Хочу сказать, монументальное сложение, которое, к сожалению, не сохранились в городе Сино. Самое такое интересное здание в Сино был – это костел Святой Троицы, который, собственно, сейчас пытаются восстановить. В центре города стоял Николаевский собор. Здесь у нас еще находилась Покровская церковь. И вот еще в центре города находилось такое административное здание – это было казначейство. Находилось на месте современного районного исполнительного комитета. Зуб Мамонта. Вау! Я первый раз вижу Зуб Мамонта. Кстати говоря… И у него кариес. За развлечениями я отправился по такую деревеньку, которая называется Райцы. Из того, что там примечательного мне подсказали – это семья Солдатовых, которая разместилась в усадьбе Франца Раецкого. Этой усадьбе, ну, примерно 200 лет. Мы чуть-чуть тут как-то зашпаклевали, да. Своими силами пытаются как-то сохранить наследие. Паркета не стало. Но мы даже вот этот, видите, мы уже его починили и будем сохранять даже этот ком. Потому что доска послевоенная очень хорошего качества. Чем этот человек вообще примечателен? Тем, что она занимается соломкоплетением. Расскажите про ваши работы. Я зубра такого вообще не ожидал увидеть. Ну, вот такой зубр в Венесуэлу поехал в президенту в подарок. Зубр, который она сделала из соломки, был подарен Уга Чавесу. А сколько по времени занимает вот такую шляпку сделать? Ну, вы знаете, если что-то повторять, то можно за неделю управиться. Поражает ее труд и искусство плетения из соломки. Если начинать заниматься плетением из соломки, вот с чего нужно начать вообще? Сейчас сложностей нету. Я даже взял у нее мастер-класс, она мне показала примерно, как это делается. Потрогайте мягкая вода, это дождевая вода. Вот позволяет, видите, наш дом в деревне. Попробую в Минске собрать дождевую воду, видите, какая мягкая. Это плетушка параллельных линий провода, вот эти столбы. Вот эту. А теперь нужно хитроломное узелок сделать. Под ее чутким руководством я еще примерно понимал, куда какую соломку заворачивать. Но как только мы остановились и как только я попытался сделать это сам, все пошло наперекосяк. Подождите, я запутался. Вот смотрите, у нас так, да? Так, под эту, параллельно вот этой. Да. Получаются зубчики. Ну, у вас, получается, я бы сказал. Так, ну вот уже что-то, да, что-то более похожее. Ну как? Ну что я могу сказать? Во-первых, вам огромное спасибо за помощь в этом вопросе. Во-вторых, что у меня получилось, вы можете увидеть. Вы очень хорошие ученики. Наверное, да. И, честно говоря, для меня это был такой классный опыт. Я получил удовольствие от общения с этими людьми. Мы даже потом кофе попили немножко. Привет, рассказывайте, как съездили. Привет. Как ты съездила в Сено? У тебя замечательно. Сено такой уютный, гостеприимный городок. На этот раз люди попались настолько разговорчивые, настолько хорошо знают историю своего города и окрестностей. Поэтому мне супер повезло. Но ты выяснила, почему Сено? Действительно там есть где-то сено? Вот есть вторая версия по версии музея. Это все из-за причуд Екатерины Второй, которая, естественно, проезжала и мимо этого городка. И назвала этот город Сено. Виталий. У меня почти так все. Только город другой. Да ладно. Да, съездил классно. Но это такой городок, в котором нужно из города выезжать и искать все в окрестности. То есть в самом городе особо смотреть нечего? Давай будем честными. В понедельник вообще нечего. Но при этом окрестности очень классные. я побывал в очень интересных местах и познакомился с классными людьми. Которые даже, я уверен, поспорят с людьми с Сено. Давайте считать потраченные вами деньги. Та-дам. Та-дам. Лена потратила 25 рублей 76 копеек. Виталий потратил 175 рублей 5 копеек. Ну что, понятно, что Лена вроде как выиграла. Но мне кажется, что по удовольствиям это были… Равнозначные. Равнозначные удовольствия. Ну что, пожмите друг другу руки. Кто молодец? Я молодец. Благодарю за соперничество. Это был проект «Камень, ножницы, бумага». Вместо того, чтобы 7 раз отмерить, лучше 1 раз спросить у людей. Они плохого не посоветуют. Отправляйтесь в путешествие и проверьте все на себе. Пока. Ну что, а вот и та самая усадьба знаменитого рода шляхтичей сви… Заговорился. Еще разок. Извини, у меня конфеты просто во рту. Заехали мы в… Давай еще раз. У меня на съемной квартире такое трюмо. Лайфхак. Фли. Если вам не с кем пообщаться в этой деревне, делайте так. Флирё-флирё! Рэпиз cheers! Субтитры сделал DimaTorzok